Привет, мои дорогие зрители! С вами Лавстралия. Сегодня я открыла почту, а там подозрительное письмо. Очень подозрительное. Это письмо люди послали 10, хотел сказать, лет, 10 дней назад. Оно у меня... Нашла я его в спаме. Я нашла и обалдела, потому что это письмо было отправлено с моего аккаунта, вернее, с моего имейла. Вы представляете, как бы ты сам себе написал письмо. И я, конечно, могу его выкинуть, как вам сказать, выкинуть и забыть, забыть и простить. Но мне не даёт покоя, как такое возможно. Я, допустим, знаю, что спамеры могут сделать ваш номер телефона и звонить вашим знакомым. Они это делают на компьютере. Ну, возможно, у меня единственное... Возможно, это так же как-то сделано. Ну, в общем, хочу вам прочитать. Ну, конечно, там швах написан. Там швах написан. Я уже пошла, прочитала. Но это такое стандартное письмо, которое рассылают спамеры. Но как, вот как именно с моего адреса мне послали, это мне не ясно. Сейчас я вам это письмо прочитаю. И, пожалуйста, дайте мне совет, что мне с этим делать. Я-то сослепо сперва подумала «хэло», «первет». Я думала, кто-то пытался, может быть, по-русски «привет» написать, а потом дошло до меня. Это слово извращенка. Вы можете такое представить? Это вообще писец, писецовый. Привет. Это слово. Я отправил это сообщение из твоей учётной записи, Microsoft. Я хочу сообщить тебе об очень неприятной для тебя ситуации. Однако ты можешь извлечь из этого выгоду, если будешь действовать разумно. О, как. Ребята, я это поставила через транслит, через переводчик, так что, может быть, как-то не так переводят. Идём дальше. Ты слышал о Pegasus? Это шпионская программа, которая устанавливается на компьютеры и смартфоны и позволяет хакерам отслеживать активность владельцев устройств. Она предоставляет доступ к вашей веб-камере, мессенджерам, электронной почте, записям звонков и т.д. Она хорошо работает на Android, IQs, MacOS и Windows. Думаю, уже вы поняли, к чему я клоню. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я установил его на ваше устройство, потому что вы были не очень разборчивы в выборе ссылок в интернете. За это время я узнал обо всех ваших аспектах личной жизни, но один из них имеет для меня особое значение. Я записал много видео, на которых ты делаешь нехорошие вещи и смотришь нехорошие фильмы. Я это не буду здесь озвучивать. Учитывая, что жанр сомнительный, почти всегда один и тот же, я смогу сделать вывод, что я, значит, какой-то маньяк. Сомневаюсь, что ты бы хотел, чтобы твои друзья, семья и коллеги знали об этом. Однако я могу сделать это в несколько кликов. На каждый номер вашего списка контактов внезапно будут приходить эти видео. Вотсап, телеграм, инстаграм, фейсбук, на электронную почту. Это будет цунами, которая сметёт всё на своём пути и в первую очередь вашу прежнюю жизнь. Не думайте о себе, как о невинной жертве. Никто не знает, к чему может привести твои просматривания фильма в будущем. Так что считай это заслуженным наказанием, которое остановит тебя. Я что-то вроде Бога, который видит всё. Однако не паникуйте, как мы знаем, Бог милостив и всепрощающий. И я тоже. Но моя милость не бесплатна. Переведите 1450 долларов на мой кошелёк в Litecoin LTC. И здесь написан очень-очень длинный номер. Как только я получу подтверждение транзакции, я навсегда удалю все компрометирующие вас видео, удалю Pegasus со всех ваших устройств и исчезну из вашей жизни. Вы, может быть, уверены, моя выгода – это только деньги. Иначе я бы не писал тебе, а в мгновение ока разрушил твою жизнь, не сказав ни слова. Я получу уведомление, которое вы откроете, когда вы откроете моё электронное письмо. И с этого момента у вас ровно 48 часов, чтобы отправить деньги. Если криптовалюты для вас – это неизвестные, неведанные вещи, не волнуйтесь. Это очень просто. Просто наберите в Google криптобиржу «Купить Litecoin». И тогда это будет не сложнее, чем купить какой-нибудь бесполезный товар на Амазон. Но я настоятельно предостерегаю вас от следующих действий. Не отвечайте на это письмо. Я отправила его из вашей учётной записи Microsoft. Вот что, ребята. Не обращайтесь в полицию. У меня есть доступ ко всем вашим устройствам. И как только я узнаю, что вы обратились в полицию, видео будет опубликовано. Не пытайтесь перезагрузить или уничтожить свои устройства. Как я уже упоминал выше, я отслеживаю все ваши действия. Поэтому вы либо соглашаетесь с моими условиями, либо публикую видео. Кроме того, не забывайте, что криптовалюты анонимны. Поэтому меня невозможно идентифицировать по указанному адресу. Удачи, мой друг. Я надеюсь, что это последний раз, когда мы слышим друг друга. И ещё один дружеский совет. С этого момента не будьте так беспечны в отношении своей онлайн-безопасности. Ребят, всё, это отсылают стандартные письма всем. Но как именно, мне интересно, они пишут с моего адреса ужас какой-то. Вот это вот. Ну вот оно сейчас, оно автоматически ушло в спам. Оно там в спаме и пропадёт. Ну, в общем, я вот этот, я в... Напугали. Мне это не... Ну, я даже сейчас не знаю, что вам сказать. Вот это наш девятый канал. Я постоянно новости здесь смотрю. И вот, буквально это вышло, ну, считай, час назад. Видите, то, что половина австралийцев были, как сказать, хокированы. Вот я опять включила через переводчик. Половина австралийцев пострадала от взлома MediSecure. Это данные, которые мы оставляем свои у доктора. Твой имейл, адрес и т.д. и т.п. Так что, ребята, и это было взломано в Австралии. Половина населения Австралии пострадала от кибератаки на MediSecure. Но компания не может позволить себе выяснить, у кого украдены данные, и уведомить их об этом. Но это вот только что час назад вышло. Видите, что? Что делать? Может, ничего не делать? Я даже не знаю, где этот Микрософт находится и какой у меня там... А, ну, значит, вот этот, если они написали, значит, вот этот имейл на Микрософте. Ну, в общем, ничего. Что понятно, ничего не понятно. Ребята, серьёзно, кто с этим сталкивался, скажите, пожалуйста, что мне делать? Ну, скорее всего, я просто-напросто это оставлю как есть, и всё. Дорогие мои, я с вами была Австралия, и буду ждать ваши сообщения. Спасибо вам заранее. Пока. Продолжение следует...